Справедливость, равенство, приоритет прав человека, развитие общественных институтов, таких как общественные советы, стоят во главе угла политики президента Казахстана. По закону задачами общественных советов являются представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении принятия решений. Развитие взаимодействия центральных исполнительных органов и органов местного государственного управления и самоуправления, а также субъектов квази-государственного сектора с гражданским обществом. Организация общественного контроля и обеспечение прозрачности их деятельности. Развитие института общественных советов – залог прогрессивного, демократического и правового развития нашей страны. Здравствуйте, это программа «По закону» с Маратом Башимовым. Марат Башимов. Председатель общественного совета Агентства по противодействию коррупции. Член комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан. Председатель комиссии по помилованию при президенте Республики Казахстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создать единую площадку для организации брифингов для членов общественных советов и создать постоянную деловую площадку. Порекомендовали активнее использовать личные приемы граждан и выстраивать эффективные механизмы взаимодействия со СМИ и представителями социальных сетей. Широко использовать современные коммуникации для обмена информацией по решению социально значимых проблем. Развязывать механизмы общественного контроля. На постоянной основе вести поиск наиболее значимых, актуальных вопросов, волнующих население для обсуждения и проведения общественного контроля. Общественных слушаний и мониторинга. Контролировать отчеты государственных органов по выполнению рекомендаций общественных советов. Работы много, но главное, чтобы общественные советы работали более эффективно. Изменить подходы формирования общественных советов в Казахстане предлагают эксперты. Процесс должен быть полностью прозрачным, а интересы его членов автономны от того или иного государственного органа. Только независимость поможет повлиять на их деятельность и решение, а также бороться с коррупцией. Общественные советы могли бы стать ключевым элементом системы противодействия коррупции. Почему? Потому что на сегодняшний день члены общественного совета обладают просто неимоверными функциями. Доступ к данным, доступ к телу, так называемому, могут позвать любого чиновника. Доступ к проводимым мероприятиям, доступ к бюджетам, планированию бюджета, исполнению бюджета. То есть, имея огромный массив данных, они могли бы очень хороший мониторинг осуществлять. Активность общественных советов в стране пока оставляет желать лучшего, считают в исследовательском центре. Их пассивность эксперты объясняют как раз-таки тесной связью большинства с государственными структурами. Бывает, что они же решают, кто войдет в состав того или иного общественного совета. Нельзя утверждать и о полной независимости депутатов-маслихатов. Провели исследование и выяснили, что половина депутатов-маслихатов областей, они так или иначе связаны с Акимом. Это работники КГУ, ГУ, ГКПшек, либо они участвуют в госзакупах поставщики. За два года депутаты-маслихата освоили более 600 миллиардов тенге. Мы оперируем конкретными фактами. Достаточно зайти на портал госзакупок, ввести фамилии Бины, ТООШ, которыми они возглавляют, и увидеть, сколько денег они получают от этого Акимата, который должны контролировать. Общественные советы могли бы стать тем самым противовесом. Действующая силой, которая контролировала бы деятельность государственных органов, следила бы за тем, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги. Такую возможность общественникам дает, в частности, публичность портала госзакупок. Кто какие люди непосредственно находятся в этих общественных советах, насколько они энергичны, насколько они непосредственно вкладываются. Как говорят, из-за своего желания решают и помогают непосредственно гражданам. Это и есть общественный резонанс, общественное непосредственно желание людей помочь друг другу, помочь государству, стране. При формировании, может, общественные советы где-то дополнительно какие-то сделать прозрачные, может быть, процедуры отбора непосредственно членов в эти общественные советы с вовлечением непосредственно уже граждан, которые, может быть, какие-то сделать подобие выборов для того, чтобы были представители в этих общественных советах большинства народу. Выражать мнение граждан по значимым для страны вопросам, отстаивать их интересы – это обязанность данной диалоговой площадки. Президент Казахстана Касамжимар Тукаев стоит на позиции беспощадной борьбы с любыми коррупционными проявлениями, активного участия гражданского общества в построении некоррупционного справедливого общества и эффективного государства. Как указывается в утвержденной указом президента антикоррупционной стратегии, на 2022-2026 годы международный опыт передовых зарубежных практик показывает, что для эффективного противодействия коррупции необходимо уделить внимание вопросам повышения общественной осведомленности и вовлеченности гражданского общества. Без широкой общественной поддержки усилия по противодействию коррупции обречены на провал. Общество хочет помогать государству в борьбе с коррупцией, теневой экономикой, отмыванием денег, уводом финансовых средств за границу. И эта помощь существенно и будет возрастать. Общественные советы формируются рабочей группой из числа представителей государственных органов, представителей некоммерческих организаций, граждан на конкурсной основе. Так сказано в законе от 2 ноября 2015 года. Кандидатом в этот консультативно-совещательный орган может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 18 лет. Он не должен иметь судимости, быть признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления, состоять на учете в Организации здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании. Для участия в конкурсе представляются письменное предложение некоммерческой организации или заявление гражданина о выдвижении своей кандидатуры в состав общественного совета, сведения о профессиональной и общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных. Срок полномочий этого органа составляет 3 года. Количественный состав определяется рабочей группой. Рекомендации общественных советов являются обязательными для рассмотрения государственными органами. Общественный контроль осуществляется посредством доступа к информации о деятельности объекта общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, участия членов общественного совета и субъектов общественного контроля в заседаниях коллегиальных органов государственного органа, включения в состав государственных комиссий членов общественных советов, подачи индивидуальных или коллективных обращений граждан, а также подачи запросов. Практика наиболее развитых стран показывает, что минимизация коррупции в значительной степени способствует широкий доступ к информации, прозрачность процесса принятия решений и создания механизмов общественного участия. К примеру, доступность информации о государственных расходах является одним из основных факторов обеспечения контроля за деятельностью государственных органов. Поэтому Общественные Советы и в первую очередь Общественный Совет Агентства по противодействию коррупции обращают на это пристальное внимание. Кроме того, ее члены активно участвовали в разработке концепции антикоррупционной политики и во многих других общественно значимых мероприятиях по противодействию коррупции. Впереди принятие Международной Конвенции о борьбе с подкупом должностных ИЦ и Конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией. Мы, как члены Общественного Совета Агентства по противодействию коррупции, предлагали свои идеи, свои мысли, которые были включены непосредственно в эту концепцию антикоррупционной политики, которая является как основным документом, по которому Агентство по противодействию коррупции действует и работает в нашей стране. Ставили вопрос именно превенции коррупции. То есть, с чего начинается коррупция? То есть, одно дело пресечения, другое дело превенция. То есть, непосредственно убрать сам фундамент, саму причину. С полным основанием можно утверждать, что развитие Общественных Советов усилит эффективность защиты конституционных прав наших граждан и дальше поведет в сторону построения справедливого общества к реальному новому Казахстану. Во главе угла права граждан общественные интересы. С вами был Марат Башимов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин